Всем привет! Очередной субботний обзор будет о станке производства СССР под названием Волга. Это станок конструкции бабочка, нерегулируемый угол у лезвия, статичный, постоянный. Станок этот производства 1988 года, сделан в городе Калинин, это нынешняя Тверь, на заводе металлоизделий. Станок довольно интересный, я давно его хотел себе в коллекцию взять, и благодаря одному из своих знакомых мне это удалось. Состояние тут очень неплохое, но есть кое-какие следы времени. Я им побрился, я его полностью вычистил, побрился, ну и теперь готов о нем рассказать. Станки поставлялись в таких вот футлярах, они были разного цвета. Вставлю примеры, тоже, наверное, покажу. И, насколько я знаю, футляры являются копией футляров под бритвы-жилет, сделанной в Англии. Были футляры-жилет Made in England. Вот, эти футляры аналоги. Только вот в футлярах для волк здесь использован плюш. Такой вот, очень мягкий материал, плюш. Вот, в английских футлярах его не было, там была просто ткань. Вот, ну а верх футляра здесь тоже ткань, можно видеть. Цена 2 рубля 80 копеек. Это цена всего изделия, станка вместе с футляром. Вот, в футляре получается сам станок и к нему инструкция. К конструкции вернемся чуть позже. Станок Волга, насколько я знаю, начали его делать в СССР где-то с 1950-х годов. Он является почти полной копией станка-жилет. Если не ошибаюсь, жилет One Piece Solid Guard Bar. Вот, то есть там был вариант с открытой гребенкой и вот как у меня с закрытой гребенкой. Вот, станки-жилет такого типа производились, по-моему, в 1930-х годов по 50-х. И в СССР по их подобию, по их образу делались станки Волга. Сначала они делались в Казани несколько лет, с 1950-х. И чуть позже производство наладили в городе Калинин, нынешняя Тверь. Вот, если не ошибаюсь, в Калинине их начали делать с 1955-го года. Конкретно вот этот экземпляр производства 1988-го года. То есть их выпускали довольно много, довольно долго. Причем Казанский завод, который изначально был, тоже был достаточно такой широкий, развитый. Потому что в литературе тех лет указывалось, что он входит в тройку самых крупных заводов с СССР по производству бритвенных аппаратов. Вот такая вот у него небольшая история. Полная копия жилет, практически полная. Насколько я знаю, подобным станком брился Сталин. У него был жилет OpenComp, по-моему. Очень похоже выглядел. Тоже вставлю фотографию из музея на ближней даче. Там у него открытая гребенка, но ножка и конструкция типа бабочки точно такая же. Станок достаточно простой, но при этом весьма массивный. Вот этим он меня сразу зацепил. Вот. Выполнен он из сплавов. Тут сплав, по-моему, используется алюминий, магний и цинк. Сплав этот не является коррозийно-стойким. Поэтому даже вот на моем экземпляре можно заметить, кое-где есть следы времени. Хотя им, ну я так понимаю, практически не пользовались. Вот. Кое-где что-то где-то имеется. Сейчас вот поближе это все дело покажу. Гребенка закрытая. Габ я не знаю какой здесь. Вот можно видеть, какая тут прорезь. Вот. Ну, забегая наперед, сразу скажу, что бреет он средне-агрессивно. Средне-агрессивно, со звоном. Я продолжаю использовать в Т-образных станках все те же лезвия, жилет, которые я использовал в тестах на старте, на юбилейной, на консуле, да и на других Т-шках. Вот. Поэтому сравнение более-менее объективное. Так вот, Волга, она бреет агрессивнее, чем тот же старт, агрессивнее, чем юбилейная. Но при этом, если на него не давить, если уметь бриться, то эффективность, ну просто поразительная. Эффективность выбревания, не знаю, процентов 95-97 где-то. Вот так. Конструкция у него типа бабочки. Внизу вот это вот на ножке является регулятором. Вот. Мы его крутим по часовой стрелке. И лапки раскрываются. Раскрываются очень плавно. Здесь очень плавное раскрытие, плавное закрытие. Ход очень длинный у этого всего дела. И вот так вот оно все выглядит. Вот. Вставляется сюда лезвие. Сейчас покажу, как с лезвиями выглядит. И точно так же крутим против часовой. И оно все закрывается. Закрывается и довольно плавненько. Вот. Но при этом ход у вот этого регулятора достаточно свободный. И при бритье, ну лично мне, лично с этим экземпляром, это доставляло определенное неудобство. Потому что я держу станок, ну вот так четырьмя пальцами зачастую. Вот. И безымянный палец постоянно, ну такое ощущение, что норовит раскрутить этот регулятор. Хотя все вроде бы держится нормально. Я полностью выбрился. Никаких проблем с этим не было. То есть створки самопроизвольно не открывались. Вот. Все равно вот этот регулятор, он немножечко шатается. И вот как-то не создает впечатление надежности, монолитности какой-то после закручивания. Вот. Что касается клеем, на более ранних станках, я покажу примеры и казанского, и калининского производства. Клейма тут какие-то были. Вот. Ну вот здесь ничего нет. Разве что внутри, если его раскрыть, можно видеть. Вот. Если вот так показать, справа. Я сейчас покажу на инструкции. Справа от штанги вот такой вот символ. Это логотип. Логотип. С самого этого. Вот. Калининское производственное объединение металлоизделий. Это его логотип. Ну я надеюсь на солнце будет видно. Вот. Станок интересный. Я сразу же, пока не забыл, покажу рядышком его параметры. Вот. Он такой достаточно весомый, легче юбилейный, легче старта. Но при этом он ощущается в руке. И нельзя сказать, что он бреет под собственным весом. Все-таки определенное давление нужно прикладывать. Вот. Но он такой достаточно весомый. Не вызывает впечатление игрушки или чего-то такого легкого, ненадежного. Вот. Ну, за исключением вот этого вот регулятора. К станку идет вот такая вот инструкция. Называется он бритвенный аппарат с нерегулируемым углом установки лезвия. Неразъемный. Вот. Завод металлоизделий. Так. И тут же стоял штамп приемной комиссии ОТК. Вот он штамп. Ну и по нему, собственно, видно, что станок был выпущен в ноябре 88-го года. Вот. Цена была 2,80. Гарантийный срок, как и на многих других станках из СССР, 24 месяца. То есть один год гарантии давали. Ну и тут конструкция для... Ну, такое, совсем простенькое. Что крышку футляра не надо очень сильно открывать. Чтобы не поломать. Ну и аппарат после бритвенного надо тщательно промыть и тщательно протереть. Ну и тут совсем уж простенькая инструкция о том, как его использовать. То есть нижний регулятор. Ну вот как на картинке. Отдалить чуть-чуть можно. Нижний регулятор мы крутим. Только тут написано по ходу часовой стрелки. Ну вот у меня против часовой. Он открывается. Вставляем лезвие. Вставляем лезвие зацепив его за центральный выступ. И закрываем это все дело. Все. Станок будет готов к работе. Вот так вот. С инструкцией они редко в интернете попадаются. Но мне повезло, можно сказать. Так. Отложим ее пока в сторону. Вставлю, покажу, как это все дело будет с лезвиями смотреться. Лезвия все те же самые. Жилет. Вот. Сейчас вставлю, покажу, как с ними будет. Вот. Лезвие эти я использовал и в остальных тестах на других станках. Сейчас я побыстреньку одну из них вскрою. Вот. Как станок в бритье? Станок, в принципе, понравился. Как я уже сказал, эффективность выбревания у него очень высокая. Вот. Но благодаря, ну не знаю, скорее всего, вылету лезвия. Вот. Он создает такое вот не то чтобы опасное впечатление, ощущение. Но нет какой-то такой уверенности, что я им нормально, легко прогреюсь. И все будет в порядке. Вот. Вставляется. Закручиваются лапки. Сейчас про ощущения подробнее расскажу. Все. Чуть-чуть поджали. Вот. И теперь видим вылет. Вот так вот примерно выглядит лезвие зафиксированное. Тут, когда фиксируешь, есть такое ощущение поджима небольшого. И дальше оно не идет. Вот это максимум. Вот примерно вот такой вылет у него. Не знаю, мне кажется, вылет немножко больше, чем на старте, на юбилейной, даже на высоких позициях. Вот. За счет этого при бритье есть ощущение вибрации лезвия. Оно с таким характерным звоном срезает щетину. Вот. Ну, так все достаточно равномерно. Без каких-то там задиров в ту или иную сторону. Ну, вылет. Вылет вот такой получается где-то. При бритье есть ощущение такой вот своеобразной вибрации. За счет этого создается впечатление, будто немножко не так рукой повернешь. Как-то не так проведешь. И будет, возможно, порез. Но ощущение это обманчиво. Потому что выбрился я без единого пореза, без раздражения, без лишнего снятия верхних слоев кожи. В принципе, можно сказать, эталонное бритье в два прохода. Ну, и с добривками там на третьем, с небольшими. Вот. Как бреет, в принципе, понравилось. Но рез очень на любителя. Если та же юбилейная или старт, они бреют, но так достаточно мягко, с более мягким звуком. Вот. То Волга, она прям так поет с теми же самыми лезвиями. Вот. И агрессивность у нее повыше. Я бы поставил ее, ну, где-то на четверку, на пятерку. Если сравнивать. Со стартом, который я оценил как полторушка, двушка. Ну, или как юбилейная четверочка, пятерочка. Вот. Где-то так. Хотя вылет здесь не такой уж и большой. Ну, как на пятерке юбилейной. Вот. Все равно бреет он чуть-чуть агрессивнее. И, видимо, за счет этого получается такая вот дополнительная высокая эффективность. Потому что побрился вот я вчера в обед, в 12 дня. Ну, и вот первые такие пеньки начали вылазить где-то в 8-9 вечера. Я считаю, что это неплохая эффективность. Вот. И вот сегодня на утро щетина уже полезла. Но при этом, если это все прощупывать руками, если смотреться просто в зеркало визуально, я все еще выбритый. То есть, почти сутки прошли. Считаю, что результат очень неплохой. То есть, при соответствующей технике бритья, таким станком вполне можно комфортно бриться. Вот. Вот. Оголки лезвия. Тут можно видеть тоже, в принципе, спрятаны. Что не травмоопасно. Можно делать боковые проходы по шее, под челюстной костью. Достаточно удобно им было бриться. Вот. Это очень удобно. Ну, единственное, что, как я говорил, то есть, вот этот вот регулятор при бритье. Иногда было впечатление, будто он откручивается. Я его дополнительно еще проверял. Но все было на месте. То есть, не знаю. Какой-то у него такой небольшой, вроде как, люфт имеется. Вот. Что касается вот этой вот накатки. Выполнена очень качественно. Вот. Она очень простая. То есть, тут просто такие диагональные линии идут. Вот. Но в руках не скользит. В мокрых руках. Тем более не скользит. Вот. Все достаточно удобно. Все очень просто. И понятно. Ну, собственно, наверное, все. Такой вот станочек. Если кому-то попадется в хорошем состоянии, рекомендую брать. Вещь достойная. Вот. Насколько я знаю, в интернете так пишут, по крайней мере. Казанский завод делал станки самые первые из нержавейки. Но я таких примеров не нашел. Поэтому почти все, что представлено сейчас в интернете, скорее всего, это все сделано из сплавов разных. Ну, вот. Как я говорил, там цинк, алюминий, медь. Вернее, не медь, магний. Вот. И оно все не очень коррозийно стойкое. На этом станке тоже можно видеть, ну, помимо царапинок. На них я внимания не обращаю. Вот. А вот пятна коррозии, особенно внутри тут, на паре места не видны. Ну, вот. Ну, такое оно не очень приятное. Вот. Ну, я думаю, в интернете можно найти. По меняемой цене. Думаю, до 30 долларов в непользованном состоянии. Ну, или сохранение с хорошего. Такой станочек найти можно. Все. Если кому попадется, рекомендую. Мне очень понравился. Продолжение следует...